А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели, в какую погоду я осталась специально, чтобы снять это прекрасное видео, потому что сегодня это последний день этого, в этом сезоне, этим летом, когда можно это зрелище было снять и увидеть. И я постаралась, видите, это сделать. С этой стороны не очень хорошо видно, ну-ка, вот с этой. И вот эти каскады и фонтаны включают ненадолго, их включают всего на каких-то 10 минут. И потом эта вся красота опять будет выключена. Поэтому я очень рада, что нам с вами удалось это увидеть. Несмотря на то, что погода испортилась, несмотря на то, что пошел дождь, мы с вами это поймали. И вот я прям хочу спросить у этого человека, что он делает. Может быть, он мне объяснит. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот вы видите, я уже вся вымокла как могла, но дождь очень приятный, свежий, и я поэтому даже ничем не накрывать. И я специально сейчас спросила у этого месье, поинтересовалась, что именно он делает, чтобы он мне объяснил, и вот с помощью этих инструментов, вы видите рогатина, которая стоит, он именно регулирует подачу воды вот сюда, в нижний бассейн с каскада. Каскад будет работать еще, оказывается, не 15 минут, он будет работать 30 минут, поэтому я вам предлагаю пройти еще немножко дальше и посмотреть остальные фонтаны и каскады, которые включились и которые работают. Я надеюсь, что меня хорошо видно и хорошо слышно. Я уж прошу прощения, что такая погода, но я считаю, что самое важное это посмотреть красоту, а уж какая погода, это второй вопрос. И вы знаете, французы, они очень любят сетовать на погоду, я стараюсь не следовать этим привычкам, и видите, под дождем я гуляю с удовольствием, потому что я действительно сегодня так измоталась в этой жаре. Вот сзади меня еще один огромный, видите, это, наверное, самый высокий фонтан здесь в парке. На заднем плане вы можете видеть красивую такую маленькую чашу фонтанную, очень красивую. И мы с вами давайте пойдем еще посмотрим дальше, что включили, что еще работает. Это все? Это все, я хочу вам дать вам пакет. Спасибо, спасибо. Это все, вы успели, вы успели, даже на плуи? Да, я успели, если вы хотите, вы можете сказать несколько слов, чтобы мои друзья в виде видео. Вы успели, что вы успели, что это дождь, что я не могу, потому что я не могу, потому что я не могу, вот что самое интересное когда я снимаю видео очень многие люди проявляют интерес подходят ко мне спрашивают что я делаю вот этот месье он он ко мне подошел и спрашивал у меня а когда начнется представление а будет ли она или не будет мне так интересно когда мне приходится местным жителям рассказывать о том что и как будет но наверное в этом плюс иностранцев которые должны все знать досконально чтобы попасть туда куда они хотят попасть я здесь иду еще к вам попутно смотрю под ноги на землю в надежде увидеть вот эту систему которая подает воду сюда но я не очень уверена что можно это здесь найти я постараюсь еще до снять кусочек этого видео сейчас после того когда закончу здесь парке то что вы понимаете парк 460 гектаров и чтобы мне выйти за пределы парка вернуться мне нужно сначала вернуться к стоянке здесь машину доехать до выхода из парка и на выходе из парка есть вот этот источник родник из-за которого катерина медичи купила в общем-то этот эту землю здесь и до сих пор этот источник хранится как памятник истории охраняется как памятник архитектуры и прямо на нем написано что это источник из которого вода поставлялась в королевский дворец но что самое интересное один и тот же источник разделен на два разных входа и с одного входа имели входить право только знатные особы и брать воду для королевского дворца а второй вход был для всех граждан так что одна и та же вода но просто два разных входа друзья сзади меня сейчас виден этот источник в и откуда поставлялась вода к королевскому столу в разных дворцах мы и подъехали к этому месту которое называется королевский фонтан для фонтен диво а вы видите написано и вот на этой таблички на этой надписи показан как он выглядел раньше он практически не изменился в 1790 году подписано гравюра что вот так выглядел этот королевский фонтан он был построен между 1687 году и потом был изменен где-то в 1733 этот фонтан обслуживал королевский стол в версале лувр тампель эля консьержерии также консьержерии и здесь вот не написано а я вычитала что еще и отсюда поставлялась вода еще из этого родника и все ли и это вход был для всех людей желающих кто хотел зайти набрать воды сейчас вы видите показана табличка что вода которую пить не надо не питьевая вода как раз таки с левой стороны был королевский вход откуда заходили королевские особы королевская прислуга чтобы набирать воду именно для короля вот это было с этой стороны вот здесь давайте пойдем посмотрим что там внутри может что-то можно будет увидеть внутри внутри к сожалению особо ничего не разглядеть и вот еще один еще один каскад который мы с вами видели не работающий сейчас вы можете его увидеть работающим такая тоже видите какая красота и сейчас мы с вами еще пойдем оттуда выше откуда мы в общем-то сначала пришли поднимемся туда потому что там сейчас должен быть спектакль посмотрим какой спектакль нам покажут что там будет интересного и вот можете себе представить раньше по этим дорогам короли королевы принцессы въезжали на своих каретах сюда как своему замку но это классический въезд во дворец с фонтанами и форме подковы сейчас может если будет видно сверху пробуй сделать отсюда съемку форме подковы бы одно время были очень популярны вот эти лестницы как в замке фонтенбло не видно к сожалению и вот здесь у нас идет представление идет спектакль ну что дорогие мои друзья вот на этом наш визит под будет я буду закругляться с нашим визитом по парку сан-клю я надеюсь что вам было приятно вместе со мной гулять очень некоторым французам было очень приятно они видите останавливались со мной разговаривали я с ними останавливалась разговаривала я хотела еще дойти сегодня до до английского парка или как он называется еще оранжерея тракадеро откуда открывается красивый вид тоже на париж но давайте наверное это я оставлю еще на одно видео потому что все таки с такой погодой не знаю интересно ли будет или нет я оставлю это еще на одно видео и я сделаю еще одно видео отдельное непосредственно с оранжереей которая здесь в парке сан-клю который нас название тракадеро и и с чем еще что я еще хотела а и смотровые площадки которые здесь еще есть в парке который тоже очень интересно и возможно мы с вами зайдем на летнюю террасу одного из ресторанчиков там с вами выпьем вместе какой-нибудь кофе видите талия по которой мы сейчас с вами поднимались чтобы смотреть красивый каскад видите каскад расположен самом низу озера из которых подается вода город находится выше чем сан-клю и вот поместь благодаря естественному вот этому перепаду давления можно создавать работу этих фонтанов ну и сзади меня вы видите тоже еще работают фонтаны конечно я восхищаюсь этим парком и наверное не зря он считается самым красивым парком европы наверное версаль не счет но если вы загляните в википедию то вы увидите что парк сан-клю отмечен как самый красивый парк в европе какая здесь непередаваемая атмосфера красота скульптуры кареты вы видите с лошадьми скрипачи играют спектакли разные ну необыкновенное зрелище что дорогие мои друзья мы с вами начали с этого места нашу прогулку по парку и мы с вами и вернулись к этому месту я на этом хочу вас поблагодарить за то что вы были вместе со мной если вам это видео понравилось дайте мне пожалуйста знать поставьте ваши лайки делитесь с вашими друзьями в соцсетях подписывайтесь на мой канал я буду рада видеть вас в числе своих подписчиков и я вас всех крепко обнимает целую я на этом с вами прощаюсь я вам желаю прекрасного отдыха хорошего лета мои дорогие друзья и увидимся с вами в следующем видео всем всех целую всем пока